А баню-то кто затопил? Соседи? Да они, конечно. Соседи, да? Затопились, а ну и спали. Я проснулась в час, смотрю, все пылает уже. А у вас дом-то на двух хозяев получает? Да, на двух хозяев дом. Сегодня около двух часов ночи в Екатеринбурге, в цыганском поселке Навизе, в переулке Старателей, заполыхал большой частный дом на двух хозяев. Адское пламя с молниеносной быстротой охватило все подворье. А из эпицентра сплошного дыма и огня пожарные разведчики вывели несколько человек. Те, похоже, не вполне твердо на ногах держались. По словам хозяйки одной из половин сгоревшего дома, ее пьяные соседи вздумали на ночь глядя баньку протопить. Пьяные, от бани загорелась. От вашей бани? Нет, от их них вон. Мы здесь были одна. Одна была. Все хорошо. По свидетельству очевидцев, зарево от огня было видно за несколько километров от жуткого пожарища. А с высоты птичьего полета эпицентр пламени вообще выглядел апокалиптично. Особенно из-за черного дыма. В темном небе он штопором закручивался и больше напоминал воронку в круговерте свирепого урагана. Особой жути добавляла ночная канонада. Из-за хлопков на крыше горящего дома раскаленный шифер лопался, словно праздничный фейерверк мелкими светящимися осколками разлетался по всей округе. Огнеборцам приходилось спешить, ибо по соседству со сгорающим подворьем испуганно маячили несколько добротных коттеджей, один из которых трехэтажный, больше прочих, походил на один из пресловутых цыганских дворцов эпохи нулевых. Чтобы обесточить на глазах сгорающий дом, один из пожарных решился на рискованный маневр. Ножницами по металлу с длинными ручками он собственноручно отчекрыжил провода, тянувшиеся через дорогу к обреченному дому. Сам переулок Старателей в эту ночь куда больше напоминал оживленный Большак, а не безлюдную окулицу в недрах спального района. Поначалу, несмотря на мощный натиск почти полусотни пожарных, адский огонь сдаваться не хотел. А вскоре языки пламени вообще стали особо яростно рваться наружу, и разбуженным соседям, здоровенным парням, пришлось изрядно попотеть, соборными усилиями отгоняя подальше грузовую газель, уснувшую в ворот. Ближе к рассвету, то есть после шести утра, когда пламя удалось притушить, и кое-как с красного петуха взбить спесь. Пожарные смогли дух перевести. Начальник дежурной смены службы пожаротушения подполковник Мошкин поведал детали героической борьбы с огнем. По прибытию первых пожарных подразделений полностью был объят пламенем в частный дом. Была угроза распространения на другие дома. Было спасено четыре человека личным составом подразделений с помощью через оконные проемы. 300 квадратов жилого пространства огонь испепелил до нежилых руин. Две семьи остались без крыши над головой. А хозяйка одной из половин дома на скорую руку успела вынести из дымных комнат все самое важное. Как ни грустно это прозвучит в контексте всего произошедшего. Для этого ей вполне хватило одного единственного пакета. В 7.40 как уточнила пресс-служба регионального МЧС 47 огнеборцам всю ночь боровшимся с огнем был дан отбой.